Защитная маска как дополнение к каске и перчаткам. Режим повышенной готовности повлиял на темпы производства работ, но не остановил их. По технологическим причинам строители не покидали объект, а привычные обязанности выполняли строго с соблюдением мер безопасности. Благодаря этому ремонт новогородковской школы идет не просто по графику, а с его опережением. Новогородковская школа закрылась два года назад. Экспертиза показала, находиться в здании небезопасно. Его признали аварийным. Учеников перевели в другие образовательные учреждения. Нам пришлось из простого капитального ремонта делать масштабный капитальный ремонт с учетом тех особенностей, которые проявились в процессе. И менять фундаменты, усиливать стены, и менять крышу. Работы разделили на два этапа. Сейчас в разгаре второй. Строители занимаются сетями теплоснабжения, обустройством отмостки, освещением и внешним утеплением здания. Сейчас их на объекте 69 человек, а скоро станет 100. Не умолкает шум строительной техники и в соседнем со школой здании. Оно было построено в 60-х годах. Долгое время здесь располагался клуб «Искатель», а до конца года должен открыться детский сад на 120 мест. По контракту детский сад в новом городке должен быть сдан 30 декабря. Но глава городского округа Андрей Иванов поставил перед строителями задачу завершить все работы как можно раньше.